Всем привет! Сегодня расскажу, почему желтеет и опадает зависть огурцов, а также как устранить эту проблему. А еще вы узнаете, какие сорта и гибриды меня порадовали урожаем в этом году. Огурцы у меня растут как в теплице, так и в открытом грунте. Но в этом году случилась неприятность. У нас установилась очень жаркая погода, но тем не менее каждый день идут проливные дожди. Влага, тепло и начал распространяться активный пероноспороз. Хотя я делал меры по защите огурцов, но тем не менее заболевания до конца я еще не победил. Пероноспороз сейчас уже приостановился, но тем не менее старые листья, которые были поражены, они засохли, а молодые отрастают здоровыми. К счастью, у меня пероноспороз серьезно не сказался на урожае. Огурцов все равно море, много завязи и 2 раза в неделю, а то и 3 раза я собираю огурцы. Каждую неделю по 100 литров с этой грядки огурцов я собираю. Поэтому не расстраивайтесь, если у кого-то пероноспороз появился. На самом деле сейчас уже установится теплая погода, без дождей и заболевания приостановятся. И вы соберете урожай на плетях. На молодых плетях они начнут отрастать, боковые вот эти пасынки, и еще соберете хороший урожай. Поэтому не волнуйтесь. Такая ситуация тоже случается. Теперь немножко про пожелтение зависть я вам расскажу. Значит, зависть может желтеть по многим причинам. Первая причина – это недостаток влаги. Если у вас огурцы растут будто в открытом грунте, либо в теплице и не хватает влаги, зависть может желтеть. В открытом грунте сейчас у нас идут дожди, поэтому недостатка с влагой нет. А вот в теплицах вроде бы и погода дождливая, но дождем в теплице не попадает. Поэтому огурцы нужно поливать в теплице практически каждый день. На улице плюс 30, и в теплице почва пересыхает очень быстро. Причем, когда вы поливаете огурцы, старайтесь поливать их очень обильно. Под каждый кустик в теплице примерно под 2-3 литра воды, чтобы почва увлажнилась на всю глубину залегания корней. Обратите внимание также на температуру воды для полива. Огурцы ни в коем случае нельзя поливать холодной водой. По этой же причине может желтеть зависть, если вы поливаете огурцы прямо из скважины, либо из колодца. Воду нужно предварительно набрать в емкости, и чтобы она хорошенько прогрелась на солнце. Идеальная температура для полива огурцов воды должна быть плюс 22-24 градуса. Вот в этом случае огурцы не будут желтеть при поливе такой водой. Пожелтение огурцов зависти, кстати, может случаться и от переувлажнения. Например, у нас сейчас очень высокая влажность, ветра практически нету, ночью туманы, роса, дожди, посадки не проветриваются, почва переувлажнена. Поэтому отдельная зависть, даже у меня, она желтеет. Никак здесь не исправить ситуацию. В теплице, конечно, да, там огурцы защищены от дождей, от переувлажнения, там редко такое случается. А вот в открытом грунте очень часто от переувлажнения страдает зависть огурцов. Тем более, что у меня загущенной посадки достаточно, густо все посажено, поэтому плохо продувается и зависть где-то желтеет. Но, опять же, это не критично. Если установится сейчас теплая погода, без дождей почва подсохнет и все нормализуется. Пожелтение зависть огурцов может вызывать еще не своевременный сбор урожая. Когда идет перегруз урожаем, очень много уже больших сформировавшихся плодов, то эти плоды отнимают все силы и питание у завязи молодой. И получается, если вы собираете огурцы редко, например, приезжаете на дачу только раз в неделю, нет возможности среди недели собирать огурцы, и происходит пожелтение вот этой молодой завязи. Поэтому старайтесь приехать на дачу, может быть, среди недели, когда-то вечерком, и собрать урожай, чтобы не было перегрузки. Всегда на перегруженных кустах огурцов есть такое пожелтение завязи, потому что на все плоды попросту не хватает сил и питания у кустика огурцов. Ну и, конечно же, самая частая причина пожелтения завязи у огурцов – это недостаток питания. Огурцы нуждаются в полноценном питании. Они должны получать и азот, и фосфор, и калий. И есть у меня такая схема подкормки – как кормить огурцы. Значит, первую подкормку нужно сделать азотными удобрениями. Азотные удобрения есть синтезированные, покупные, например, аммиачная селитра, карбамид и так далее. Есть натуральные. Лучше в период созревания урожая использовать натуральные удобрения, чтобы не было риска занетрачивания урожая. Легкая азотная подкормка, например, из бродиловки, либо компостного чая не навредит урожаю. Переизбытка азота никакого не будет, и вы получите чистый урожай без нитратов, без превышения нитратов. Поэтому лучше всего подкармливайте натуральными вот такими простыми удобрениями – бродиловкой, либо компостным чаем. Причем старайтесь чередовать подкормки. Допустим, сегодня вы подкормили бродиловкой, либо компостным чаем. Проходит неделя, делайте калинофосфорную подкормку. Особенно важен калий. Калий для огурцов просто незаменим в период созревания урожая. Потому что при недостатке калия огурцы, вот эта зависть, может не только желтеть, но еще и скручиваться. Огурцы будут расти крючками. Это недостаток калия. Поэтому делайте калиные подкормки. Лучше всего подкормить огурцы монофосфатом калия. Одну столовую ложку удобрения разводим в 10 литрах воды и под корень поливаем. И вот так вот чередуем по неделям. Одну неделю делаем азотную подкормочку бродиловкой из травы. А затем через неделю делаем калийную подкормку монофосфатом калия. Если не хотите применять, допустим, тот же монофосфат калия, можете применять древесную золу. Древесная зола, нужно отметить, что не так быстро отдает питательные вещества. Но, тем не менее, у древесной золы более пролонгированный характер питания растений. Один раз внесли и на несколько недель можете забыть про подкормку калием и фосфором. Из золы будет это питание поступать. Можно использовать сухую золу по влажной почве вносить и рыхлить. Но лучше приготовить водный раствор. Один стакан древесной золы размешайте с 10 литрами воды и под корень полейте быстрее. Огурцы получат необходимое питание. Ну и сейчас, конец ролика, мы сделаем небольшой обзорчик на сорта огурцов, которые у меня здесь на грядке растут. Покажем, какой урожай получился. Буду смотреть схему посадки, кстати, на памяти не помню, где что посеяно. Но, тем не менее, сейчас оператор поближе снимет, мы будем показывать, какие плоды, какие огурцы дают. Хочу вам показать, какая нагрузка урожаем, несмотря на перноспороз. Видите, как растут огурчики. Это гибрид ансор, корнишонного типа. Огурчики такого темно-зеленого цвета. В мелкую пупырку. Очень сладкие, хрустящие, урожайные. Кстати, очень ранний, самый опыляемый гибрид. В открытом грунте может расти, может и в теплице, потому что не требует опыления насекомыми. В одном междуузле может быть и два плода. Они очень такие плотненькие, крепенькие. Что хочу еще отметить, что вот этот гибрид очень долго не перерастает. Вес огурчиков примерно 80-90 грамм. Конечно, если перерастут, могут и больше быть. Надо своевременно урожай собирать. Отлично подходит и для закаток, и для салатов, для употребления в свежем виде. Замечательный гибрид. Поэтому смело можете высаживать. В открытом грунте себя чувствует прекрасно. Вот это огурец, значит, атик. Тоже партинокорпический гибрид, то есть не требующий дополнительного пыления насекомыми. Может выращиваться и в открытом грунте, и в теплице. Значит, ценен гибрид тем, что имеет ранний срок созревания. После всходов, уже на 40-й день, можно собирать первые плоды. Гибрид очень урожайный. В одной пазухе может быть по несколько плодов. Плоды, значит, мелкобугорчатые, но не столько на них шипов, кстати, как у первого гибрида, про который я рассказывал. Чуть поменьше. Огурчики такой темно-зеленого цвета. Кожица у них небольшая. Масса плодов где-то 90-100 грамм. Если поменьше, можно выбирать, то там 80 грамм будет огурчик. Очень сочные, хрустящие, сладкие. Подходят для солений различных. Очень хорошо в банках, кстати, кто любит бочковые огурцы. Вот этот гибрид отлично подойдет. Для маринования подходят. Ну и для салатов. Можно без проблем выращивать, как я говорю, в огороде. Очень урожайный, достойный гибрид. Третий гибрид, который у меня на грядке растет, он тоже партинокорпический. Это Моника. Посмотрите, какие красивые огурчики. У них характерный белый носик, небольшие продольные полосочки и мелкие пупырки на огурчиках. Огурцы очень ароматные, кстати. Чем-то по аромату напоминают всем известный сорт родничок. Очень тонкая кожица. Поэтому в салатах хорошо их использовать. Для маринования можно использовать. Гибрид этот очень урожайный. Опять же, у меня спокойно в открытом грунте растет. Хотя многие рекомендуют в теплицах выращивать. Но и в открытом грунте себя прекрасно чувствует. Кстати, вот из многих огурцов, которые сортов, гибридов у меня на грядке растет, он в меньшей степени поразился пероноспорозом. Поэтому еще и устойчивость к заболеваниям у него высокая. Все эти гибриды очень достойные. Кстати, выращиваю еще один. Не гибрид, но сорт. Сейчас вам покажу. Это всем известный сорт родничок. Кто знает, еще из советских времен, всегда выращивали вот этот сорт. Огурцы у него, конечно, не такие маленькие, как у гибридов. Но, тем не менее, кожечка у них тонкая. Они просто невероятно ароматные. Вот запах такой огуречный прямо. И всегда я стараюсь на грядке посадить хотя бы немножко родничка. Потому что мне нравится его засаливать в бочонки, в банки трехлитровые. Именно на засолку бочковые огурцы ставить. Поэтому вот этот сорт у меня всегда есть на грядке. Кстати, в продаже сейчас имеется не только сорт, но и гибрид родничка F1. Вот гибрид, кстати, даже получше высаживать. Потому что у гибрида в основном женский тип цветения. И больше плодов образуется. А если брать сорт, то бывает очень много мужских цветов. То есть пустоцвет и плодов может быть поменьше. А у гибрида хорошо завязываются плоды. Поэтому родничок тоже всегда каждый год я у себя на грядке высаживаю. Если у вас желтеет зависть огурцов, соблюдайте мои рекомендации. И ситуация исправится в лучшую сторону. А еще посадите эти урожайные сорта и гибриды, чтобы собирать отличный урожай. И, кстати, семена можно купить в магазине про цветок. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч.